Пока мы слушали советы бабушек, с нами на связь вышел самый настоящий дедушка, у которого ни много ни мало, а аж трое внуков. Как не многодетный, а многовнуковый дедушка. Пять месяцев, пять лет и шестнадцать лет. Но дедушка этот не простой, а дедушка этот майор полиции в отставке и старший участковый инспектор. Майор милиции в отставке, это важно, потому что полиция это сейчас, а тогда, когда Александр Кулага уходил в отставку, была еще милиция. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, во-первых, поздравляем вас с тем, что у вас так много внуков, и еще с днем образования Донской милиции. Действительно, праздник большой, знаковый для всего нашего региона. И вот скажите, какие знаковые события повлияли как раз-таки на то, что Донская милиция у нас здесь образовалась? Ну, во-первых, это уже года были послереволюционные, и обстановка на Дону была крайне тяжелая. Значит, в результате того, что были отпущены преступники из тюрем во время революции, было принято решение в Ростове и на Хитчеване создать народную милицию. Во главе милиции был назначен Федякин Федор Степанович. Ну, и лучшие люди из народа были назначены на должности народной милиции. Александр, вы со скольки лет пришли на службу? Я после армии в 84-м году пришел сержантом. И майором, собственно говоря, в отставку. Кстати, вы еще и старший участковый инспектор, это тоже, мне кажется, важный факт. У меня вся семья будет сегодня принимать поздравления, потому что все у меня бывшие, хотя бывших не бывает. Но хочется все-таки, ну, с 84-го года наверняка очень много было в вашей практике, в вашей службе случаев, которые вам особо запомнились. Но есть ли какой-то случай, который вот прям сразу приходит на ум? Вы знаете, один из случаев, который больше всего запомнился мне за службу, это был у меня в подчинении Бальдо Евгений. Действительно хороший участковый, лейтенант, 26 лет. Вышел на работу утром, так же, как и мы, после развода пошли на службу. Вот он шел по улице Комарова, верхняя и нижняя между ними, где администрация Ворошиловского района. И увидел, как бегут навстречу два человека, которые, увидев его, изменили направление бега, маршрута и побежали в другую сторону. Но паренек, во-первых, был спортивный, Женя. Он сориентировался сразу и погнался за ними. Их было двое, он был один. Так вот, он одного догнал и в результате борьбы задержал человека, но у преступника с собой был пистолет. И он из-под тяжка застрелил вот молодого парня. Хороший товарищ, хороший друг, отец. У Женьки остался сын. 26 лет, вы же поймите, это такой возраст. И мы сейчас вот каждый год, я еще являюсь председателем пенсионеров Ворошиловского района, мы с ветеранами каждый год просим руководству ОВД дать нам молодых сотрудников. Это Илья Юрьевич Бартачев, Жуков Андрей дают нам молодых ребят. И мы ходим всегда или 10 ноября, или 17 на кладбище сотруднику погибшему при исполнении. За это он был награжден, Женя, орденом за мужество. Хотелось бы спасибо сказать матери Любовь Петронии Вайда за ее сына. Ну, как говорится, мы живы, пока нас помнят, поэтому, конечно же, вспоминать просто нужно. И, кстати, вот очередной пример того, что правильно поется в песне, служба и опасна, и трудна. Это абсолютный факт. А вот какими еще качествами, вот хочется у вас узнать, должен, по вашему мнению, обладать хороший участковый? Есть какие-то определенные наборы характеристик? Самое простое качество – это нужно быть человеком, в первую очередь. На участкового наложено необычайное количество обязанностей. Первый – он должен любить свою работу, быть юридически подкованным, он должен быть психологом, быть полезным людям, то есть на своей работе помогать, ведь в его обязанности входят что? Семейная разборка, муж с женой, раздел имущества, раздел земельных границ, санитария. Напарники по телевидению. Ну, я про нас сейчас, Ирина. Понял? Напарники по экрану, вот про нас, Ирина, сейчас. Это он, Александр, на меня намекает, так что, если что, ждите звоночек. Александр, мы поздравляем вас с праздником, с Днем образования Донской милиции, и в свою очередь хотим получить еще от вас ответное слово. Сегодня, в этот день, для ваших коллег, которые продолжают службу. Значит, первое, я хочу, воспользовавшись данным правом, мне поздравить сегодня с Днем рождения уважаемого ветерана Гвоздовенко Алексея Владимировича, подполковник милиции. У него сегодня день рождения, 69 лет. Здоровья, здоровья всем ветеранам. А сотрудникам полиции, которые находятся сейчас на посту, я бы хотел сказать, ребята, работайте, трудитесь, здоровья, почаще бывайте дома, не забывайте, вас ждут дома. Тост практически получился. Да, еще раз с Днем образования Донской милиции, и вас поздравляем, Александр, конечно же. Ну и хорошего дня, и поменьше проблем в жизни, которые могли бы привести непосредственно к вашим коллегам. Спасибо.